Привет, друзья! В этом видео я вам расскажу историю развития Рижского железнодорожного вокзала. Строительство вокзала началось после того, как был разработан проект первой железной дороги Рига-Динобург. 8 мая 1858 года был заложен первый камень Динобургского вокзала. Поезд отправился на Динобург 217 километров, потом в Санкт-Петербург и Варшаву. В 1889 году на привокзальной площади была построена часовня Александра Невского в честь чудесного спасения семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе. В 1902 году железная дорога проходила над центральными улицами Риги. Был построен новый железнодорожный мост через Далгову. Однако преобразование Рижского железнодорожного узла завершить тогда не удалось, так как началась Первая мировая война. После завоевания Латвии и независимости были открыты международные маршруты. В феврале 1921 года открыт маршрут из Риги в Каунас, и маршрут на Кёнингберг был продлен до Берлина. В 1937 году был принят проект нового железнодорожного вокзала, который не удалось реализовать из-за начавшейся войны. В 1954 году реконструкция вокзала вновь продолжилась. Открытие здания нового вокзала приурочили к юбилейной дате – 20-летию Советской Латвии. Впервые за строительную историю Риги при возведении вокзала была использована алюминиевая отделка. Внутри оборудованы удобные и большие залы ожидания, парикмахерская, буфет, почта, багажное отделение, комната матери и ребенка. В 1964 году у входа в центральный вокзал заработали главные городские башенные часы высотой 43 метра, которые также служили для вокзала подонапорной башней. В конце 1970 года циферблат вокзальных часов был заменен электронным табуло. В 2003 году центральный вокзал претерпел очередную реконструкцию. Во время реконструкции вокзала укрепили несущие конструкции здания, отремонтировали крышу, сменили двери, окна и витрины. Также были установлены лифты и экскаваторы. Старая башня с часами была снесена, а вместо нее построили новую. Помимо часовой башни, она стала еще и рестораном, который расположился наверху башни. На башне восстановили первоначальный вид часов со стрелками вместо прежних цифровых. В ноябре 2020 года начались работы по возведению новой станции, как части Европейской железнодорожной магистрали Рейр Балтик. Открытие нового здания железнодорожного вокзала планируется в 2025 году. Продолжение следует...